Что общего между зонтиками, вязальными крючками, супом из морковных семечек и тяжелыми гирями? Все они использовались для прерывания беременности. Когда речь заходит о беременности, многие люди приходят в восторг. Они публикуют очаровательные объявления о рождении ребенка и начинают выбирать имена. Это очень важно. Есть даже люди, которые проходят интенсивное лечение бесплодия и тратят тысячи долларов, чтобы забеременеть, потому что хотят иметь биологических детей. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что не все одинаковы. И в отношении беременности есть люди, которые чувствуют себя совсем иначе, чем вышеупомянутые. Беременность вызывает чувства сожаления, тревоги, разочарования, гнева, апатии и страха. В то время как некоторые из этих чувств проходят для некоторых людей, некоторые из них нет. Они не хотят быть беременными. Случаи прерывания беременности были зафиксированы задолго до нашей эры и во многих местах по всему миру. Там, где это возможно, люди часто обращаются за медицинской помощью, но для многих это не является законным, доступным или необходимым. Таким образом, на протяжении тысячелетий люди сами делали аборты в трех основных формах. Во-первых, используя острые предметы. Во-вторых, подвергая себя физическим нагрузкам. В-третьих, абортивные средства, вещества, подобные травам или лекарственным препаратам, которые попадают в организм. При помощи острых предметов нужно проникнуть через влагалище в зев шейке матки и перемешать содержимое, чтобы то, что находится внутри, больше не прикреплялось к матке. Это похоже на очень интенсивную менструацию. В идеале, практикующий врач должен был бы сделать такой аборт и использовать стерилизованную кюретку. Они также используют расширитель для открытия зева, чтобы избежать прокола шейки матки. Однако, когда помощи нет, многие другие предметы становятся самодельными кюретками. Вешалки для одежды, вязальные спицы, крючки для вязания крючком, шляпные булавки, заколки для волос, велосипедные спицы, резиновые трубки, спицы для зонтиков и палочка для аборта. Вырезанный кусок дерева, предназначенный именно для того, чтобы вызвать аборт. Ты, наверное, уже догадалась, что это очень трудно сделать безопасно на собственном теле. Помимо того, что это причиняет сильную боль, это может привести к инфекции, бесплодию и смерти. Физические нагрузки – это еще один способ вызвать аборт. Этот метод предполагает внешнее разрушение слизистой оболочки матки. Например, переворачивание на живот, бросание вниз по лестнице, удары руками и ногами или другие сильные удары по животу, поднятие тяжестей, скалолазание и гребля на веслах. Древнегреческие врачи прописывали один из методов, называемый лакедемонским прыжком, для удаления содержимого матки. Для этого нужно было подпрыгнуть и ударить пятками по ягодицам. Интенсивные занятия, такие как катание на американских горках, считаются факторами риска отслойки плаценты, потому что при толчках плаценты отделяются от матки. Не было бы намного приятнее принять таблетку и позволить организму делать свое дело? Люди использовали и продолжают использовать вещества, найденные в природе или изготовленные в лабораториях, для прерывания беременности – абортивные средства. Вот большой список из них, многие из которых ты, вероятно, не узнаешь, потому что в разных частях света есть разные варианты. Мой вывод заключается в том, что желание не забеременеть не ограничено каким-либо конкретным местом, национальностью, религиозной группой, социально-экономическим статусом или образом жизни. По статистике, каждая пятая беременность заканчивается абортом, и это в разных культурах. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения одобряет использование противозачаточных таблеток до 9 недели или 63 дня беременности. Таблетки, эффективность которых составляет от 90 до 99%, не требуют протыкания шейки матки, ударов в живот или употребления потенциально опасных зелий. Таблетки, которые не требуют смерти, чтобы прервать беременность. Если вы живете где-то, где аборты легальные и доступны, я настоятельно рекомендую обратиться за медицинской помощью лично. Кто-нибудь должен ответить на ваши вопросы, руководить процессом и быть рядом, если возникнут осложнения. Если вы живете не там, где аборты легальные и доступны, то самопроизвольный аборт с помощью этих таблеток более безопасный вариант. При поддержке и руководстве онлайн-сообщества врачей и сервисных служб это можно сделать быстро и недорого. Будь то в клинике или дома, возьми с собой друга. Будь осторожна, не теряй любопытства.